И эта работа продолжается ввиду наших дней, потому что нету завершения, нету характеристики завершаемости. И я сейчас не буду вас грузить еврейскими словами, глаголами, просто поверьте факту, а если хотите, можете исследовать те обороты речи, которые написаны на еврите, которые потеряны в синодальном переводе, естественно, при переводе, употреблены так, что Эдем, откуда поместил Бог Адама, это место, где Адам должен был формироваться, состояться в то, что Господь Бог хотел бы, во что, кем стал бы Адам. И поэтому там есть глаголы, которые говорят об Адаме до физического воплощения, говорится о животных, до физического воплощения. Ну, по сути, есть разные уровни творения. Прежде чем кто-то становится видимым, его Бог творит еще невидимым. Ну, и это даже в христианском есть мировоззрение, когда говорится о вере, которая из невидима делает видимым. Вот. Ну, вот так. И когда Адам получает тело, когда Адам получает все это, его Бог переселяет в Эдем, где он должен был формироваться. И там есть животные, о которых сказано, что они помощники, чтобы Адам сформировался. Ну, и действительно, у человека есть помощники животных. Есть животные, которые должны сосуществовать с Адамом. Это, как правило, дикие животные. Есть домашние животные, которые должны помочь Адаму. Формирование его, как человека, как правителя. Не только образ Божий, но и подобие. И вы заметите, что человек сотворен по образу, а по подобию говорится уже в Новом Завете, когда мы видим Христа лицом к лицу. Как вот этот процесс формирования человека происходит. И, естественно, раз происходит процесс формирования, значит, ему свойственны какие-то возрастные характеристики. Ну, и поскольку речь идет о человеках, и Писание написано для человека, то, естественно, понятный человеку вот в биологическом смысле, в видимом смысле и говорится. Еще что нужно понять, что у Бога его существенная характеристика не позволяет никому его понять. Ну, что называется, Бога не видел никто никогда. То есть, Бог есть, а его никто не видит. Ну, потому что нужно иметь другую существенную характеристику. И поэтому Бога видел только Единородный Сын. Вот Единородный Сын и являет нам его, показывает. То есть, Бог виден через видимый мир. Римлян 1 глава, он виден через творение, через створный мир. Вот, и поэтому формирование Адама как подобие Божие связано его взаимодействием. С тем тварным миром, который Бог создал. Как человека земного, душа земная должна сформироваться. Как душа небесная, эта душа должна сформироваться в виде невидимого Бога. То есть, понимать, видеть мир без его телесного воплощения. Вот. И вот теперь, поняв вот эту вот часть, ну, например, когда Бог дает Еву, Адаму, он как раз-таки говорит, нехорошо. Нехорошо в каком смысле? В смысле, что Адаму одиноко? Ну, это не совсем так. Иначе бы не было бы слова помощник. А если Бог дает Еву как помощника, то в чем? В сад копать или в чем-то другом? Вот. И поэтому, чтобы Адаму достигать совершенства, ему нужен был помощник, в данном случае это Ева. И там употреблен глагол, который понимается двояко. Смотрящий на него, то есть стоящий равный с ним и стоящий против него. Вот такой помощник, который может стоять против своего мужа. Ну, скажем, если муж алкоголик, то жена особо не будет дипломатично ему это объяснять. Вот. И Господь Бог посчитал, что Адаму для совершенства нужен вот такой помощник, который может быть рядом с ним и который что-то может сказать, если что-то он делает неправильно. Для чего? Ну, чтобы сформироваться в этот образ. К чему эти отношения должны привести? Ну, очевидно, что они должны стать единым целым и давать плод. Плод любви, да. Ну, давать более совершенное существо, но уже не через только акт творения, но и через акт рождения. Творение внутриочерева матери, да. Это зародыш видели, отче твои, там, твои руки садкали меня. Вот. А для нас мы видим это рождение ребенка. То есть эволюция должна идти таким путем, что ребенок должен быть более совершенен, чем его родители. Если нет, то деградация, да. И мы смотрим, да, вот если говорить из еврейской парадигмы, вот Адам – образ Божий, Бог делает из Адама Еву, оно существо более высокого порядка, чем Адам. Они рождают, ну, например, мальчик, этот мальчик более высокого порядка, чем Адам и Ева вместе взят. Вот тогда это развитие. Если же нет, если же дети более низкого порядка, тогда деградация. Вот с деградацией, с явлением деградации, мы и встречаемся в жизни, когда у верующих родителей появляется ребенок, который странно себя видит. Ну, не как верующий ребенок, и уж тем более не как лучший родитель. И вот вооружившись этой задачей, которая поставлена перед Адамом, то тогда мы должны понять, а за счет чего Адам сможет развиваться, за счет чего он сможет войти в то подобие, которое необходимо, как поставлено, как и сам. И вот мы читаем. Почитаем то, что говорит апостол Диан, исходя из этой задачи, исходя из этого сура. Хочу напомнить, что контекст говорит о любви. Ну, контекст говорит о том, что... Те, кто ненавидит брата, ходят во тьме и не знают, куда идет, и тьма ослепила ему глаза. Видите, да? Глаза. Кстати, глаза и голод однокоренные выражения. И поэтому, когда речь идет, вы съедите этот плод, и откроются глаза вашего, здесь обыгрываются как раз... В еврите часто обыгрываются такие моменты. Это так, по пути. Итак, пишу вам, дети, потому что прощаются вам грехи через имя его. Это дословно греческий перевод. Итак, что знает ребенок? Ну, то, что ему прощаются грехи. Давайте возьмем нашу биологическую жизнь Часто ли дети шалят? Ну, да. Часто ли их наказывают? Ну, да. Часто им выговаривают? Да. Но что они знают? Ну, они знают, очевидно, что в нормальной семье их не выгонят из дома, не лишат обеда. И если они попросят прощения, очевидно, их им простят. Они научились жить в семье, как дети, получая прощение даром. Когда тот, кто прощает и оплачивает это прощение. Очевидно, скажем, если он там ребенок разбил где-то одно, то, чтобы его простить от родителей, нужно это оплатить, этот ущерб тем, кому было вынесено это. у кого разбили это. И больше о детях Иоанн ничего не пишет. Если мы туда добавим образ о детях, которые дает апостол Павел, то мы видим, что дети бессильны. И дети, как правило, не могут жить самостоятельно. И, как правило, они более всего уязвимы. И поэтому апостол призывает к совершенству. То есть не жить на уровне украл-выпил тюрьма. Украл-выпил тюрьма. Романтика. В комедии согрешил, покаялся, согрешил, покаялся. Это колесо, которое, в конце концов, душу превращает в хлам, потому что нету эволюции внутреннего. Но вот для начального пути покаяния и прощения, оно очень важно. Евангелия начинается, да, если у Марка Евангелия Иисус Густар покаяния. Затем следующий стих 13-й говорит, пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Вот это слово сущие, ну, или то, что сенатальный перевод переводит как сущий, на самом деле это устойчивое выражение эми-эго, что речь-то идет не о том, что существующий, да, как существующий. Вот. Кстати, вот в греческом языке нет этого слова сущий, но поскольку в русском варианте есть, то я даю комментарий к этому. Вот, когда змей искушал Еву, ну, скажем так, с имени Хашен, или имя, или сущий, то, что говорится, Господь Бог вначале открылся только Адаму. Ну, Ашен и сущий, по сути, это одно и то же имя. То есть, оно говорит, я, я, я есть я, да, я тот, кто от начала, я всегда есть. И поэтому змей знал только творца, а творец это закон. И вот в чем произошла, произошла вот, вот, голый и хитромудрый, да, такой, это тоже такие вот однокоренные слова. змея был хитрее всех, хоть быть хитрым, в смысле, таким умным, не просто хитрый, а умный, такой вот, ментально умеющий забалтывать кого-то. Ну, известно, что женщины не сильны в ментальной логике, их обмануть можно очень легко. вот, и голый это одно и то же, поэтому змей был голым. Ну, это так, и они стали голыми, здесь опять обыгрывается вот это, в одной огласовке разница о и у. Вот, и когда речь заходит о дереве воздания добра и зла, там, вот такой разговор, Ева говорит, и дотрагиваться нельзя, и как бы комментаторы читают, что, ну, это очень хорошая была дверь, чтобы показать Еве, что можно есть. И, скорее всего, змей дотронулся, говорит, а вот видишь, и со мной ничего не произошло. И он мог даже сорвать, причем змей, это не змей, скажем, ползающий, это прямоходящее существо было. То есть, это не змея была, как пытаются показать, это несколько другое существо. Вот. И можно было даже сорвать, ведь, когда Ашем давал эту заповедь, он не давал ее как закон. В еврейском тексте оно дано как как оповещение. Не надо тебе есть с этого дерева, потому что это принесет тебе смерть. То есть, это объявление. Как все на дальнем переводе, там, неверно, несколько, не то наклонение переведено. Не было запрета. Было оповещение, да, то есть, это вот как как-то история, да, жизнь и смерть, я тебе предложил, выбери жизнь. Бог, он всегда Бог советует, он советует, не ешь от этого дерева, иначе умрешь. Но змей не может так слышать. У него нет таких отношений с Господом Богом. Он может слышать только закон, нельзя есть. и поэтому он убалтывает Еву именно, когда он говорит, и дотрагиваться нельзя. Она так говорит, на своем уровне, а он ей дает свой уровень восприятия и понимания. Ну, и дальше, даже в русском тексте Иван Виатьян мы это можем видеть, кто кого слушается, тот-то в Иран. Ты можешь столько угодно говорить, что Иисус Господь, но если ты слушаешь себя сатану, твой отец сатан. И этот разговор Иисуса с иудеями достаточно показательный. Когда Иисус говорит, ваш отец дьявол. Почему? Ну, потому что вы не желание отца исполняете, небесного, вы исполняете желание дьявола. Он человек убийца, вы хотите меня убить. А Авраама это не делал. Вы говорите, отец ваш Бог, тогда вы меня любили бы. А поскольку вы хотите меня убить, значит, ваш отец дьявол. Несмотря на то, что вы семьи Авраама, несмотря на то, что фактически Бог ваш отец. Но вы сами себе отцом делаете дьявол. Например, такой разговор идет у Иисуса с ними. И вот, чтобы мы это понимали, вопрос познания это значит вопрос то, что я в себя пускаю. Я не могу ничего познавать, если внутри меня этого не будет. И вот мы читаем, что грехи знают, что прощение где-то на стороне, оно не ходит внутри. И есть христиане, они могут знать Писание, но они вовнутрь себя это Писание не пускают. они находятся на этом детском уровне и обычно они скандалисты, обидчивые, зловредные и прочее. Но ничем не отличаются от людей этого мира. Хотя могут ходить по смесению собраниям. И поэтому 13 стих, когда мы с отцов давайте будем говорить о отцах. Пишу вам отцы, потому что познали от начала. Вот дословно греческий этот синодальный ставится сущего от начала. Познали сущего от начала. Ну вот я больше сторонник греческого текста. Познали от начала. То есть отцы находятся уже на уровне познания. Уровень познания это несколько другой уровень, чем уровень знания. То есть знать я могу ментально, знать я могу информацию. И если мы смотрим допустим о детях, пишу вам дети, потому что прощаются вам грехи через имя его. Вот по сути там познания нет, там даже знания нет. Есть факт. Этим людям прощаются грехи во имя Иисуса Христа. И все. Они могут это знать, но они даже не задумываются какой ценой им прощены грехи. Кто страдал на кресте и как это тяжело страдал. Они говорят прощены грехи и это их радует и все. Их больше ничего не интересует. Они даже не хотят думать, что страдал Господь. Их даже сердце не реагирует на это. Дети они не чувствительны так и еще. А здесь идет такое вот слово от геноска. Это такое глубокое познание. Если говорить Адам познал Еву, на греческом языке будет употреблен этот глагол. То есть то, что человек познал на опыте. То, что он пережил. О чем я и говорил, что это один из путей, который Бог хотел бы, чтобы был у Адама. Он должен что-то переживать. Он должен при работе в Адаме, при защите, он его должен был охранять, при общении с животными, при правлении, при общении женой, при плода, размножении, умножении. То есть население землю, Адам должен был развиваться вот это вот, проходя этот путь, познавать жизнь, и это познание должно было привести его к пониманию Бога. Вот этот глагол и употреблен в греческом парадигме, в греческом языке. И вот разница между ребенком и отцом отец познал. То есть что-то внутри происходит его, какие-то метаморфозы из-за того, что он отец, он что-то познает. Ну, что может познавать отец? Ну, очевидно, если он нормальный мужчина, и у него появляется ребенок, он очевидно познает отцов отца. Что значит быть отцом? Что значит дорожить ребенком? И, естественно, тогда он хоть как-то понимает, как к нему относится Бог. То есть он понимает что-то от начала. Помните, есть начало и конец. Алиэпэта. То есть он понимает начало, откуда это начало берется. Начальник жизни, начальника жизни убили. То есть голова, рожь. Вообще все глаголы связаны с головой, рожь, это вот такие созидательные, назидательные в еврейте. Это все связано с таким правильным будешь головой, а не хвостой. Вот эти все образы связаны с созиданием Господа Бога. И отец он знает, что такое голова. Он знает, что такое власть, и он знает. Это сотни, которые говорят, скажи только слово. Я человек подвластный, мне говорят, иди, я иду. У меня есть люди подвластные, я им говорю, они идут, приходите. Поэтому ты скажи слово, и вот это такое познание, такое понимание Бога. И очевидно нам нужно перейти вот на этот текст, который есть в 14 стихе. написал вам отцы, потому что вы познали безначально. Написал вам отцы, потому что познали от начала. Здесь он повторяет вот эту вот часть. Синодальный перевод несколько расходится с с греческим текстом. Теперь коснемся еще одного момента, который тоже расходится с греческим текстом. Я написал вам отцы 14 стих, но в греческом языке 14 стих, ну в общем ладно, будем по порядку идти. Немножко предложение раздвигается синодального и греческого текст. Пишу вам юноши, потому что вы победили Лукрава. Вообще стоит слово зло и да, его можно как бы таким значением употреблять лукавство, но Панера это зло как таковое. И здесь мы опять должны идти в бытие. Почему я люблю первую главу бытия, вторую естественно она прицепом идет, потому что люблю Иван Геотиана. Иван Геотиана тесно связан с этими двумя главами. Дерево познания добра и зла. где может вообще существовать добро и зло вместе? Тем более соединено союзом и как бы их объединяющим. Но это или добро или зло. Вместе добро и зло быть не может. Это нонсенс. И поэтому чтобы зло было нужно ломать добро. Но это то что ломает добро и приносит зло или чтобы было зло или чтобы познать зло. Это и есть характеристика греха. Римлянам 7 глава например. То что Бог дает добро для жизни грех извращает и приносит смерть. желание добра есть во мне но когда начинаю делать выходит зло это добро которое хочу не делать зло которое не хочу делать. Вапуст Павел говорит это грех. Вот это и есть грех падения. То есть вот это свойство ломать добро чтобы вышло зло есть. И Павла в этом обвиняли. Ему говорили что он учит так что давайте делать зло и чтобы вышло добро. Павел говорит никак и праведный суд Божий надо как-то так думать. Мы так не учим. Мы говорим о том что грех проявление греха в том что ломается добро чтобы вышло зло. И это есть вот сам духовный смысл идейный смысл что переводится как дерево познания добра и зла. И теперь мы читаем что юноши они победили это зло. победили это злое. Еще расскажу что да панера переводится и в греческом языке может означать и лукавство но я бы хотел чтобы мы понимали сущностную характеристику наполнение этого лукавства это злоба это злоба поднебесная это злое. Уметь побеждать злое то есть не то что тебе прощены грехи а ты освобожден очищен греха чистота в твоей жизни ты побеждаешь это зло. И тут самую пору откровения 12 глава они победили его оружие говорится три оружия три словом свидетельства у своих крови Иисуса Христа и не возлюбили души свои даже до смерти. Вот так побеждается клеветник братьев наших то есть вот это злое и юноши они одержали эту победу и вот каким образом они держали эту победу ну Иоанн это и пишет будем переходить 14 стих написал вам юноши потому что сильны вы есть и слово Бога вас прибывает и победили злое мы видим что за счет чего они победили это злое ну с помощью слова Божия то есть если мы вспомним притчу почему подроблю Царство Божие и напомним что Царство Божие внутри нас есть это те которые принимают Слово Божие и хранят его в добром и чистом сердце ни камень сорняки ничто не может это слово украсть то есть они очень внимательны к Слову Божьему они хотят его услышать очевидно вот этот закон Шма становится основой их жизни услышать веро слышание и все такое и победа их внутренняя совершается за счет силы Слова которые они хранят в себе об Апостолах сказано что они сохранили Слово это и есть вера по сути они сохранили Слово и следующий 13 кому нам нужно понять пишу вам дети пишу отцы пишу вам юноши и отроки пишу вам отроки потому что вы познали отца 13 стих но честно говоря слово которое стоит на греческом языке оно не стоит как отрок это слово по идее это вообще слово дети то что называется дети божьи и вот есть дети младенцы пишу вам дети и вот в чем нюансы почему такой перевод что когда мы читаем 12 стих там стоит тегния тегния это деточки ласковое такое отношение ну малыши здесь уже стоит слово по идее и вот чтобы в синодальном переводе показать эту разницу видать и использовано слово дети и отроки но на самом деле смысловое здесь так я пишу вам лялечки я пишу вам маленькие деточки потому что вам прощается веки ради имени его вы ни в чем не разумеете вы ни в чем не в силах и действительно если ребенка не прощать он же занимается постоянно непотребством то есть он гадит штаны писается обляпывается ну и прочих если ему это не прощать то он вообще не выше вот то здесь уже используется слово пойди я и это не слово отрок это слово ребенок но уже в таком вот ну скажем если отцу сто лет а его ребенку восемьдесят он все равно для него ребенок хотя для стороннего наблюдателя оба деда выглядят как деда вот и поэтому когда речь идет дети божьи вот вот это общее слово и имеется здесь ввиду и естественно ребенок человек не может быть ребенок если он не знает своего отца я помню когда я один остался и я сказал богу сын должен знать своего отца не может быть не может скажем полнота жизни у сына если он не знает своего отца а не оставлю вас и родами пребуду с вами кто твой отец какой твой отец какие у тебя отношения с отцом и вообще слово сын бэн я как-то говорил об этом руб бэн да истинный сын богу служит только сын и никакой посторонний служить не может и раб не пребывает в доме вечно только сын пребывает в доме вечно и все такое и поэтому это относится всем будешь ли ты юношей будешь ли ты отцом старцем суть в том что ты всегда должен знать что у тебя есть отец небесный отче наш сущий на небеса и ты должен вот как бы это в твоем естестве должно быть желание общаться с ним и познавать его кто ж твой отец какими качествами ты его награждаешь поэтому здесь во-первых вот это вот слово если всенатально пишу вам отруки это в 13 стихе то в греческом это в 14 стихе и стоит не слово отруки стоит слово дети в таком большем значении и естественно человек может быть детем Божьим если у него Бог-отец и фактически он может чувствовать себя детем если он знает своего отца то есть он не безрод больше об этом идет речь вот и опять контекст дальше идет говорится о том что не любите мира кто любит мир в том нет любви отчим то есть человек который любит мир он не может познавать как его любит отец это естественно то есть если человек говорит дух этого мира мой отец как он может понять как его любит его настоящий отец вот я знаю может быть я что-то упустил может быть что-то сложно слишком сказал ну вот суть этого тропоморфизма суть того что мы видим в биологической своей жизни знаете есть такая пословица мудрость приходит с годами иногда годы приходят без мудрости не факт что человек который выглядит там на какой-то возраст созрел для этого возраста не все отцы могут быть отцами ведут себя как пацаны ведут себя как безответственные люди и поэтому также не все женщины могут быть матерями и вести себя ответственно как жил то есть это свойственно человека в данном случае здесь используется чисто биологический формат но давая биологическое определение дается духовное содержимое дети они не знают как их отец любит они эгоистичны и живут за чужой счет и им постоянно прощаются и это понятно почему если ребенку не прощать если его навешивать нагрузками давать ответственность за его дела они постоянно что-то ломают игрушки ломают что-то со стола сбрасывают что-то посуду ломают гадят рвут портят если им это не прощать и заставить отвечать лучше сразу когда да и поэтому детям все прощается почему чтобы они выросли чтобы они состоялись если не прощать они не вырастут затем приходит общая такая вот для всех когда ребенок должен понять здесь говорится об отце поэтому говорится на самом деле отца и мать как его любят родители потому что невозможно жить если ты не знаешь как тебя любят и поэтому здесь важно чтобы тебя любили родители были нормальными любили и использовали всякую возможность я лично благодарен Богу что я смог показать насколько мне дороги мои дети оставив свой комфорт ради их будущего и я считаю что этот акт то что мы с женой сделали это дает им смысл силы жить и верить Богу потому что если земные родители так с ними сделали то тем более небесный отец сделает с ними еще больше и поэтому я считаю что они в вере потому что они видели подвиг нашей души ради них поэтому скажем ну вот один из таких подвигов мы дом продали за бесценок ну и ладно будем жить Богом дом который стоил в пределах 100 тысяч долларов мы продали за 10 тысяч русские уезжали и поэтому цены мы не смотрели на это если надо заплатить значит мы заплатим за счастье своих детей истории судьбе ситуации не знаю чему угодно но мы получили здесь то что гораздо больше поэтому Бог верен и и когда ты знаешь как эти механизмы работают ты включаешь эти механизмы если скажет а почему Бог вспомнил через 430 лет что евреи они прав почему Бог услышал стен они евреи скажут а потому что Моисей вступился за брата то есть когда кто-то вступается за кого-то Бог начинает его поддерживать и поэтому еще христианам предстоит это понять как действует Бог то есть как механизмы эти действия пока кто-то не начнет ложить душу за братьев сестер естественно пробуждения не будет Бог не будет поддерживать это действие Бог поддерживает действия свойственные ему когда находятся служители которые ложат свои души когда на этом месте начинает действовать Бог который отдал свое веселье вот такие микрошаги способствуют движению Бога это механизмы о которых христиане из язычников даже понятия не имеют сожаления в их учениях это они себя видят стоячими и выпрашивающие у Бога какое-то пробуждение и сами пальцем не шевелят чтобы пробуждение состоялось это так по пути понимания ради понимания не ради суждения кого-то потому что я сам в этом же и нахожусь в поисках пути как запустить механизм который позволит работать тому что нам дано потому что одно из важных моментов учеников Иисуса Христа это уметь управлять уметь управлять законами которые Бог положил в своей власти и мы как дети должны эти законы в общем вам дано знать тайны царств и поэтому Бог хочет чтобы мы научились я нахожусь в периоде этого обучения то есть в моей жизни было механизмов действовали не потому что я что-то включал а потому что я верил сейчас я нахожусь на уровне обучения включения этих механизмов я условно говорю этих механизмов когда одно действие влечет за собой большее действие одно маленькое созидательное действие влечет за собой больше ну в принципе ничего нового нет осенний жар ты сажаешь семечку следующий раз ты получаешь кукурузинку одну семечку получаешь на початке там 30 кукурузинок и теперь 30 сажаешь получаешь 30 по 30 да и так ты уже все поле засеиваешь да вот показать что эти механизмы они существуют и в естественной жизни то есть ничего здесь такого замутрого нет внутренного вот и поэтому на протяжении всей жизни дети должны почитать отца и мать что такое почитать вопрос соглашаться родители могут быть разные почтение выказывать почтение ну почтение выказывает и господу богу я господь он говорит да то есть почтение это больше чем даже уважение то есть отдавать должное а что мы должны родителям всегда помните если бы не родители нас бы не было если бы не мать мы бы все утонули бы в дерьме она выненчила выкормила вымыла вычистила выгладила одела заботилась кормила кто-то это добывал все это все делали родители даже если они такие несовершенны все равно мы существуем и мы сыты обуты и дожили до наших дней потому что это делали наши родители это нужно помнить за это нужно благодарить господа бога быть благодарным родителям и чтить их за это то есть давать должность справедливо вот поэтому это отношение к господу богу должно быть у всех детей благоговеть перед отцом если я отец то где ко мне уважение если я господь то где благоговение передо мной это малахинь священники видимый момент того что у них в сердце а не цель говорить о десяти они прокляты проклятием потому что они так думают в сердце а не потому что десятины и как говорят не платят вообще десятины платить ничего вообще не истинно отделят над это по пути вот все дети должны знать своего отца кем бы они ни были даже Иисус говорит об отце небесном что нет такого состояния сын чтит отца сын слушается отца и здесь как раз таки вот та любовь которая которая не такая вот любовь любви розе и вера вере розе от одного корня но вырастет ли это это другой вопрос смотрите есть та любовь которая говорится сей мой сын в нем мое благоволение это мой возлюбленный сын в нем мое благоволение а есть другая другая любовь сын всегда делает то что отец хочет и поэтому отец любит его вот это поэтому любит послушный сын то есть послушание сына высвобождает некую любовь еще вот это любовь она спасительная любовь она отличается скажем поступки Иосифа почему почему вот говорят любимчик любимчик да не все так просто Яков любил Иосифа не потому что там только он там от любимой женщины если бы он был негодным как и другие братья навряд ли бы он его так любил но послушайте каким был Иосиф и братья хотели съесть овечку из стада отца и сказать отцу мол там звер задрал то есть он говорит нет не грабьте своего отца вот это услышите то есть он и копейки не хотел взять чтобы ограбить своего отца когда старшие дети занимались этим ну конечно такого сына будешь любить ну или говорите другими словами как говорит Петр Бог не лицеприятен но всякий в народе поступающий по правде его приятен ему есть дети которые доносят неприятности есть дети которые приносят приятности естественно приятности родители говорят это мой сын это мой сынок это очень важно понимать и про юноши ну я уже сказал они смогли победить злое в себе злое стоит именно такое слово не просто зло а злое и она находится в нас с тех пор как мы приняли как человек и мы приняли слова этого змея это естество появилось в нас и злое это самостийность самость чувствовать себя кем-то значимым добиваться чтобы люди считали меня кем-то значимым помните фарисей который молился на перекрестке он искал одобрения людей вот эта вот значимость даже веру употребляет для значимости вот это в себе надо победить это от змея это не от Бога и вот юноши они смогли это победить и тогда помните вот сейчас я вам пробреру параллель когда Иисус крестился Духом Святым он был воздвигнут в пустыню для искушения дьявола то есть Дух Святой повел его для искушения зачем когда Иисус вернулся в пустыню он вернулся в силе Духа вот он победил вот эту человеческую самость в себе это искушение быть кем-то состояться коротким путем чтобы его признали а он не искал признания его задача была не в том чтобы через какую-то там шоу через какие-то чудеса чтобы его признали он пришел вообще-то положить жизнь на признание такого дешевого поверхности его признают те кто понимает действия акта его любви и поэтому в этом сила в этом сила потому что как говорит апостол Павел седьмой римлянам бедный человек то избавляет меня всего тела смерти дальше благодарение Господа за Дух Святой вот этот Дух закон Духа жизни способен победить закон Духа смерти слова Моиси Дух и Жизнь то есть слово это духовно то есть они слышат слышат Бога и это слышание дает им возможность победить по-моему достаточно сказать по этому поводу захватил большой пласт чтобы предпосылок причинных или следственных связей ну вот так что так спасибо обзор на конечно спасибо 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 очень интересно спасибо не задумывайся даже над этим спасибо слава Богу за Богом я все равно не с воздуха это беру кто-то тоже трудился просто перерабатывает информацию что-то сам достаю что-то читаю что-то слушаю то что чем занимается но это моя профессия я должен свой предмет знать и совершенствовать это удел всех людей читать статьи скажем научный человек постоянно читать статьи постоянно делает опыт постоянно вращается среди своего окружения ну вот примерно Бог дает информацию вовремя и я просто не игнорирую те возможности которые меня обогащают появилась возможность греческий учить я и заняться этим сдал два курса и третий надо закончить получить сертификацию на курсе а кто-то ведет эти курсы по языку это семинария я знаю реклам греческих хорошо знает ну сколько я читал его книгу он писал о словах вот он пишет слово это значит это но греческий это же не 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 словарь там нужно обороты есть там есть временные формы там есть эмоциональные моменты которые нужно увидеть скажем ну вот я тут простой пример скажу как вы в русском языке сможете описать эмоцию я пошел в школу например да вот как вы можете сделать акценты на я на пошел и или в школу в зависимости вы хотите сказать именно я пошел в школу да то есть вам приходится что-то делать а если я хочу сделать на слове пошел вот что все-таки я пошел ну имеется ввиду не ходил не ходил а теперь смог пойти сам самостоятельно в школу да ну например исцелился человек теперь ребенок сам идет в школу вот как мне мне кучу предложений нужно составить или скажем не было в нашем районе школа вот ее построили и теперь я пошел в школу и теперь акцент я хочу поставить на школе да вот в греческом языке все это делается за счет грамматики за счет расстановок за счет окончаний за счет предлогов за счет приставок суффиксов и ты можешь прочесть ну просто слово так и не поняв почему именно здесь потому что скажем во-первых там можно не увидеть местоимение оно скрывается в слове ну в еврейте то же самое кстати бывает и во-вторых если местоимение стоит с артиклем это одно без артикля это другое оно может стоять вообще все равно где у нас хоть какое-то есть в английском языке это вообще твердая зависимость первое имя существительное глагол потом все остальные в русском языке это может плавать ну а в греческом вообще это плавать ну скажем ну примерно это будет так звучать на русское ухо как придумать чтобы это звучало неудобно либо переплыл переплыли мы пошли реку за грибами вот так могут стоять слова и попробуй переведи вот это греческий язык там слова могут стоять в разной там подчиненное предложение может стоять внутри основного предложения или быть за то есть вот и это все грамматика это не так не такой уж легко переводимый язык но это это делается чтобы показать эмоциональность того что там происходит с эвритом то же самое к сожалению все равно дальний перевод потерял эмоциональную окраску а эмоциональная окраска это все-таки читая чему дает возможность услышать речь как это сказано было с какой интонацией с какими акцентами и на что нужно обратить внимание спасибо интересно конечно да не так уж переводить вот я например вот я вам скинул я не знаю смотрели вы или нет по поводу веры алекса бленда на радио разговор я вот эту тему давал только не через эмуна а через аминь эмуна аминь это однокоменные слова и я показывал что аминь это и тренировка это и художник это и творчество это и здоровье это и внутреннее то есть иммунная система эмуна это и вера это и истина это то есть вот вот такой вот оттенки значений например вы вот читаете достаточно распространенное слово да истина истина иисус говорит и в греческом языке стоит аминь аминь вот навряд ли если вы знаете теперь что то что переведено истина истина стоит слово аминь аминь вы будете однозначно его теперь слышать как истина истина аминь аминь это значит больше чем просто перевести истина Истинно говорю, я вам вот так вот такие оттенки достаточно появляются. То есть вот это вот знание языка, оно дает возможность видеть вот эти разные краски того, что теряется при переводе. Вот я вот сегодня вам показал, я не смог бы показать это, если бы я не знал разницу между, по идее, детям, что всенатально переведено в отроке, и техния. Знаете слова, я могу говорить об этом. Ну так, как-то так. Спасибо, Леонид Васильевич. Браво, браво. Леонид Васильевич, вот я немножко недослышала первую вот ссылку, да, про идола, да, вот идола жертвы. Объясните, пожалуйста, потому что, знаете, кто-то говорит, вот умер человек, да, у нас, как бы, клиника, да, там, поминки делают, да, вот я хотела бы вот вашу точку зрения еще услышать на счет этого. Кто-то говорит, да, кто-то говорит, ну почему бы нет, люди готовились, а просто сходили, встали, поели, пришли, как бы, вот, как-то так, вот оно все, по-разному я слышала, и я хотела бы вот, как бы, как бы, вот, чтобы не ошибаться, чтобы правильно подходить к этому вопросу. Но, смотрите, пища нас не приближает к Богу и не отдаляет от него, поэтому на приближение и отдаление от Бога влияет сердце все, то есть это отношение. Вот, вот, лично мне приходилось очень много вопросов подобных решать, потому что нужно было строить церковь в мусульманском окружении. А в мусульманском окружении не все есть от мусульманства, то, что считается мусульманством, но как национальная вещь. От церковь, где надо было строить не русскую, не западную, а церковь того народа, в котором я ее строю. И, естественно, один из моментов – это поминки. Если все-таки в России так или иначе, по православному ли обряду, или по какому, люди молятся Отцу Небесному во имя Иисуса Христа, хоть так или иначе имя Иисуса идет, то в моем случае вообще люди молятся Бога. И вопрос – ходить на эти поминки или не ходить? Что делать? Есть или не есть? Ну, в нашем случае, скажем, в отличие от русских поминок, в нашем случае обычно на азиатских поминках туда не ходят кушать. Чуть-чуть так. Откусил, откусил, чуть-чуть. Проснулся, встал и ушел. Но совершается молитва, прежде чем уйти. А что делали местные ребята? Они молились со всеми, но молились во имя Иисуса Христа. Для кого-то это покажется хитростью, для кого-то это покажется каким-то соглашательством, а для кого-то покажется мудростью. И вот этот «для кого-то» очень важен, кто этот «для кого-то». Если этот «для кого-то», скажем, какой-нибудь российский деятель, мне все равно, что он думает о этом. Если этот «для кого-то» человек внутри народа, мне тогда «для кого-то» не все равно, потому что данная церковь стоит для того, чтобы спасать людей, в определенном месте, с определенным народом. И поэтому очень важно, о чем договаривается церковь. То есть каково учение. Я уже говорил много раз, что мы не верим просто так. Мы верим. Наша вера – это следствие какого-то учения. Ну, скажу так. Когда я делал поминки своему отцу, и должны были прийти люди на свои работы и так далее, и так далее. Ну, что такое русские поминки? Да, это водка, это прочее. Я категорически к этому отношусь отрицательно и даже не из-за веры. Я вообще, я был много на поминках, и они мне не нравятся. Там поминки и в танцы переходят. Мне это не нравятся, вот как человек. И поэтому упоминать своего отца, даже вот как человек, мне это не нравятся. Но я знал, что придут очень много людей, ну, из того, что называется, мусульмасхом. И что я сделал? Я взял помощника, он у меня был узбеком. Я говорю, оденешься в свою национальную одежду, будешь молиться Иисусу Христу на своем узбекском языке. Вот люди пришли с работы, и он молился Иисусу на узбекском языке. И люди выходили и говорили, а что, у вас вера, как у нас, что ли? И вот этот мостик, который я подсел, то есть даже поминки отца употребить для служения этому народу, это и делал. Поэтому я же говорю вам, вот абсолютно разные движения у тех, кто служит, и у тех, кто пытается себя спасти. Это логика абсолютно разная. Если те, кто служит, хотят даже смерть употребить для спасения людей, то те, которые думают о себе, они думают, а как же бы нам не загреметь в ад? Как бы нам правильно поступить? И поэтому вот тут и получается сложность и в ответах, и вообще во всех этих вещах. И я-то могу говорить о себе. И поэтому я вообще не задумываюсь, как правильно. Мне важно, как правильно. Не в смысле правильно. Он не имел права, Давид, есть хлеба. Умереть должен был, а он ел. Не имел права, Давид, к ковчегу подходить, а он подходил и проказы не покрывался. Я не верю в эти вещи. Потому что если я буду думать, как мне себя спасти в правильном смысле, как правильно поступить и неправильно, я себя погублю. Я вот в это точно это знаю. Если я начну себя спасать, я себя погублю однозначно. Поэтому я этим даже и не занимаюсь. Меня интересуют очень простые вещи. Что я могу сделать, чтобы спасти хотя бы одну душу? И вот когда ты вот этим вводишься, я считаю, это правильный путь. Я считаю, что это путь Христа. Тогда ты смотришь, а с кем ты сидишь? Если ты сидишь со слабым человеком, ну, пойдем, ладно. Пусть на меня обидятся, что я не пришел там на поминки, что я там ничего не ел, не выпил. Я спас душу, брат. И заобижайтесь на меня, как хотите. Сплетничайте, что ли, что-то хотите. Если рядом со мной сидит зрелый брат или сестра и понимает, что происходит, ну, значит, посидим на поминку. Ну, и даже поедим. Потому что пища – ничто. Я помолился, и все освещается молитвой благодарения. Но зато я могу свидетельствовать этим людям о кресте. Все вот с этим связано. Приоритет стоит в своем повере. Творите добро наибаче в своем повере. И ты смотришь, исходя из этих ситуаций. Потому что, ну... Эта жизнь имеет смысл, если ты хотя бы какую-то душу отвратишь от ада. И вот если вот этим водиться, то достаточно легко решаются любые вопросы. Абсолютно любые. А если начинать водиться спасением себя, то будешь как фарисей. Потому что на любую идею тебе найдут еще 10 идей. На эти 10 идей найдут еще 10 идей. И будут одни противоречащие, другие доказывающие. И так христиане с ума сходят по поводу можно потерять спасение, нельзя потерять спасение, может ли безжить в христианине, не может безжить в христианине. И так далее. Подобные вопросы, они настолько бестолковые. Они кроме споров, распорей, ничего не производят. И по поводу что можно кушать, что можно не кушать, тоже ничто не производит. Нету вот этого вот... Я вам скажу один рассказ, который мне рассказал один брат с Калининграда. И я читаю правильно. На самом деле, я знаю много рассказов. Вот один из. Он говорит, было плохо. И было плохо. Я как-то ходил на одно собрание. И пастор сказал, со мной познакомился. Я был у него дома. Ну, в общем, он знал, где он живет. И вот было плохо. И в церковь он не ходил. Тогда еще не покаянный был. Он говорит, пойду-ка я к этому человеку схожу. Получше станет. И вот он заходит к нему домой. И, видать, пастор увидел его состояние. Он пригласил его. Говорит, а выпить хочешь? Да, я бы выпил. Он достает коньяк, наливает. Мне, говорит, а я спрашиваю, а ты? Я говорю, а я не пью. Вот мало какой пастор осмелится человеку налить коньяк. То есть дайте горькую, да, огорченную душе. нельзя пить это грех и прочее. Но именно это действие. Этот брат, он учился со мной в грецкой школе. Он говорит, именно вот это отношение ко мне и принял решающий шаг, что я покаялся. Я там покаялся, принял Иисус Христа, и вот он стал служителем в церкви и впоследствии и приехал учиться. И вот хоть что мне, есть пастора, которым Бог говорил, будешь играть в карты, вот в поезде едут, будешь ними играть в карты. Так это уже азартная игра и прочее. И вот за время игры в карты этот человек проповедовал и спасал души. А там сидел какой-то человек в законе. он принял Иисуса Христа, Господом и Спасителем. На следующий день его убили. И вот таких историй может быть очень много. И вот вроде бы вот если так посмотреть, это нельзя, а вот к чему это привело оказалось для слава Богу. И поэтому у нас же не задача, чтобы люди не курили, не пили и не ели чего не надо есть. Не в этом же вера заключается. А законники именно этим и занимаются. Их задача лишь бы кого-то в чем-то обвинить, что они что-то делают не так. А что ты будешь делать? Кахрили он ест и пьет с ними и друг этим мытарям. Вот он пришел в это окружение, где сидят люди, которые особо религиозные, невоспитанные. И считать за мусор, они ведут свой такой образ жизни, он сидит среди них и рассказывает им Слово Божие. Чем эти люди занимаются? Естественно, они что-то едят и что-то пьют. Но ты не можешь сидеть за столом людей, если ты хотя бы хлеб не преломил. Скажем, в Азии ты не можешь сидеть за столом, если хотя бы чуть-чуть лепешки не откусил, не отломил и не кушал. Или чая не пьешь. Так не обязательно водку сжать или вино колотать. Но кушать-то придется, если ты сидишь за столом с кем-то или у кого-то. И о нем так говорили, что он пьяница. Разве Иисус был пьяниц? Нет. Поэтому эти законники, эти легалисты, они всегда найдут повод. Даже если к Иисусу нашли повод, уж к нам повод найти, чтобы нас осудить до 5 секунд. Напрягаться не надо. Поэтому я даже не заморачиваюсь на этот счет. Есть простое правило у меня, что мое действие, как мое действие, что мое действие произведет для людей. Если оно произведет спасение, если оно произведет близость к Богу, то пожалуйста. Скажем, для евреев выпить, для мессианских евреев выпить, это само собой разумеющество. На Пурим они выпьют. Для некоторых протестантов пить, это как говорят змеи в жидком виде. И вот кто прав? Для меня и те и другие правды. Я помню, как Карл Густав сказал, и я с ним абсолютно согласен. Если я попаду в такую ситуацию, я однозначно скажу нет. Когда они поехали в тюрьму, и начальник тюрьмы достал кучу ящиков водки, начал разливать, давай выпьем за то, ты замечательный Карл, кто-то-то. Я не буду пить, если ты меня уважаешь и прочее, прочее. Все эти дела русские. И Карл сказал, послушай, вот тут сидят люди, 70% из них совершили преступления под пьяным угаром, под алкоголем. Как я могу пить, когда столько суд уничтожены этим алкоголем? представьте, человек переносится, попадает в Израиль, он служит в Израиле, и в Израиле идет праздник Пурим, и там сидят люди не алкоголики, там сидят люди, служащие Богу, и у них праздник, и в праздник положено даже пусть будет не Пурим, пусть будет Пасха, там реальное вино, не сок виноградный, а вино. И что, ты с ними Пасху не будешь пить?